Всем привет, дорогие друзья! Наверное, вы ждете ролик про последний товарищеский матч Локомотива на сборах, который мы провели против Ашхабада и Ростова, но дело в том, что Локомотив и Ростов решили свой товарищеский матч от недобрых глаз закрыть. И поэтому мы об этом матче знаем только счет. 3-1 Локомотив выиграл, Карп написал составы, но в общем-то составы я мог бы написать вам сразу после того, как Локомотив провел свой товарищеский матч против Ашхабада. Ну и собственно все на этом, да, никакой игры мы не увидели, а по счету делать аналитику, ну, дело 10-е. Поэтому я решил, что сейчас на этой неделе мы будем говорить просто про то, что из себя представляет Локомотив, то, о чем мы узнали на этих самых сборах и с чем подходим, собственно, к возобновлению сезона, к матчу с Динамо. В этом ролике они будут короткие, они будут разговорные и в этом ролике я хочу поговорить о цифрах, о том, кто из игроков Локомотива больше всех сыграл, кто больше всех забивал, кто больше всех там углевых передач отдавал, да, то есть вот о том, кто ярче всех проявил себя на этих сборах, а кто наоборот по каким-то причинам себя не проявлял. Ну а прежде я, как обычно, заведу свою традиционную волынку о том, чтобы вы подписывались на канал, о том, чтобы ставили лайки, оставляли комментарии, потому что сезон нам предстоит на самом деле очень насыщенный и интересный. Прямо начинается матчем с Динамо фактически за третье место, потом Кубок России, в общем, матчей, судя по всему, будет довольно много и, ну, есть определенные надежды на то, что они сложатся для нас хорошо, поэтому, ну, если вы хотите вместе все это обсуждать, смотреть и каким-то образом переживать, то вот, соответственно, сделайте доброе дело, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну и давайте теперь переходим к цифрам. Начнем с лучших бомбардиров сборов. Это Найр Текнезиан, это Владислав Сарвели и это Тимур Сулейманов. Каждый из них забил по 5 голов. Найр Текнезиан начал очень здорово, с ним связана огромная трансферная эпопея. Он чуть не ушел в Зенит, но по каким-то причинам решил все-таки этого не делать. То ли Зенит не положил ту зарплату, которую хотел Текнезиан, то ли сам Текнезиан решил то, что лучше летом попробовать уйти в Европу, чем зимой подписаться с Зенитом и уже на несколько лет и мечтать только о победах в чемпионате России. В общем, неизвестно, что послужило Текнезиану поводом остаться в Локомотиве, но факт есть факт. Он в Локомотиве остался и заполировал это дело 5 голами. Причем из 5 голов 3 гола были забиты в матчах, которые мы с вами не видели даже в режиме хайлайтов. Да, у нас был, например, матч с Гульф Юнайтед, который закончился с отсчетом 11-1, но там нам показали голы. Нам не показали трансляцию, но нам показали 11 голов, которые забил Локомотив. А вот матчи с Ростовом и с Зенитом нам не показывали даже в режиме хайлайтов и, соответственно, мы можем только догадываться, какими были эти 3 гола Наира Текнезиана. Про матч с Зенитом мы вообще знаем только со слов Ивана Карпова. Был ли этот матч на самом деле, черт его знает. С Ростовом подтвердили, что было и то, что Наира Текнезиан в нем 2 забил, так что здесь мы можем хотя бы быть как-то уверенными. Но вот был ли матч с Зенитом, пока так и остается тайной, покрытой мраком. Но верим, верим, конечно, Карпу, верим, что Текнезиан там забил и, соответственно, 5 голов на позиции левого нападающего. Наира Текнезиан плотно занял именно эту позицию и я думаю, что по весне он точно ее никому не отдаст. Тем более не отдаст ее Саиду Хамуличу, который, в общем-то, на эту позицию, видимо, и планировался. Может быть, Локомотив думал то, что Текнезиан уйдет и нам нужен левый нападающий. Но вот Текнезиан остался и в результате зачем нам нужен Саид Хамулич, черт его знает. На самом деле, Наир не то чтобы очень как-то ярко провел эти сборы в тех матчах, в которых он не забивал. В общем, Наир, ну, ничем особо ярким не запоминал. С него есть еще одна голевая передача, но, в общем, на этом и все. Реально каких-то там проходов, постоянно каких-то создаваемых моментов у чужих ворот у Текнезиана не было. И мне даже в чате постоянно писали о том, что, ну вот, Наир что-то как-то слабо себя проявляет, ждем большего. А вот лучший бомбардир, тем не менее, остался. Второй лучший бомбардир нашей команды это Тимур Сулейманов. И многие болельщики, я знаю, хотели бы, чтобы Тимур Сулейманов начал возобновление сезона как основной нападающий. Локомотива, девятка, потому что он очень активный, потому что очень приятный парень и много бегает. А люди любят, когда футболисты Локомотива много бегают. И, соответственно, пять мячей он забил. Ну и эти сборы он во многом и проводил как основной нападающий Локомотива, потому что Артем Дзюба второй сбор вообще пропустил. На первом у него было два матча, два тайма по 45 минут, потому что там давали поиграть всем. Ну и на третьем сборе там Дзюба не с первого матча присоединился. Соединился, условно говоря, к команде. И многие матчи провел за так называемый вот второй состав, который играл против всяких Ашхабадов, Гульф Юнайтедов и так далее. Ну, против Ашхабада он, кстати, вообще не играл, но вот против Гульф Юнайтед играл и, ну, не очень много забил, прямо скажем. Поэтому Тимур Сулейманов вроде как рассматривался как основной нападающий. Например, Спорт Экспресс считает то, что времена Дзюбы ушли и теперь основным нападающим Локомотива будет Тимур. Но я советую в это не очень верить. Тимур молодец, Тимур забивает и иногда в очень красивых прыжках, акробатических этюдах. Но, как мне кажется, играть Тимуру Сулейманову пока идет немножко вразрез с тонкостью игры нашей полузащиты. То есть вот у нас Антон Миранчук, Максим Глушунков, ну, в меньшей степени Найрти Князян, хотя и он тоже, Артем Карпука с Мариум Митой, когда он играет в опорной зоне. Это все довольно тонкие футболисты, которые могут придумать, которые любят обыгрываться в стеночку, какие-то передачи на короткие отдавать. И как будто бы Тимур Сулейманов на эти самые передачи реагирует с каким-то таким опозданием. Ему нужен более простой футбол. Дайте мяч в ноги, дайте мяч на ход, так, чтобы он бежал как вот по прямой. Навесьте ему на голову. Это все он реализует и забьет. А вот быть помощником для подыгрыша, чтобы отдать передачу на Миранчука, Глушункова, чтобы они забивали. Вот с этим у Тимура Сулейманова пока большие проблемы. Я уже говорил в прошлом выпуске, что меня абсолютно устраивает Тимур как второй нападающий. Я был бы очень рад, если бы он продолжил играть за локомотив и выходил бы иногда в паре с каким-то основным нападающим. Иногда подменял бы его, иногда выходил бы на замену там минуте на 60-70, чтобы освежать атаки. Он действительно очень активный и может задолбать любую оборону, что в концовках матча будет приносить успех. Но вот как основной форвард, лично меня пока Тимур Сулейманов не очень устраивает. Не очень устраивает меня и Артем Дзюба, да, если вы хотите обвинить меня в любви к Артему излишней, то это тоже не так. Меня сейчас никто не устраивает в качестве основного нападающего локомотива. Но все-таки там праймовый Дзюба, если Дзюба наберет форму, как это было, например, в начале прошлой весны, год назад, это будет гораздо большим подспорьем для локомотива, чем пиковая форма Тимура Сулейманова на данный момент. Надеюсь, что Тимур еще разовьется. Надеюсь, что у Тимура это далеко не предел его возможностей. Но лично сейчас я бы предпочел, чтобы Тимур выходил именно на замены. Ну и третий лучший бомбардир это Владислав Сарвелли. И его вообще многие болельщики локомотива не любят, не понимают, зачем он нужен в локомотиве. Но тем не менее, Сарвелли, когда выходит на поле, он всегда приносит какую-то пользу. У него практически нету вот плохих матчей, откровенно плохих матчей. Да, он вообще мало сыграл за локомотив в осенней части. Его чемпионате вообще с какого-то периода перестали выпускать. В кубке он играл и играл более-менее нормально, забивал голы, в том числе победные в матче с Рубином. Но в чемпионате его Галактионов перестал в какой-то момент использовать. Я не очень понимаю, почему. На мой взгляд, Сарвелли футболист качественный. И вот эти товарищеские матчи тоже подтверждают это. Если у Сарвелли есть момент, он его забивает. У него неплохое чутье. Он регулярно замыкает какие-то прострелы на дальние штанги, скидки после угловых на дальние штанги. В общем, это все у него есть в арсенале. И в общем и целом можно было бы его пробовать использовать, ну как нападающего, например, на правом краю. Хотя, опять же, понятное дело, что основная позиция Сарвелли это второй нападающий или под нападающим. А эти позиции, конечно, плотно заняты Антоном Мирончуком, Рифатом Жамалединовым и Максимом Глушенковым. Но, как мне кажется, эти сборы должны были пойти Сарвелли в плюс. Собственно, 5 голов и достаточно неплохая игра. Вообще, он прошел все сборы с Галактионовым. Галактионовым должен был лучше познакомиться с его возможностями и теперь почаще его использовать. Я думаю, что лишним он весной точно не будет. Это была тройка лучших бомбардиров Локомотива. Каждый из них забил по 5 голов. Но был человек, который на самом деле эти сборы провел еще более ярко, чем каждый из них. Забил на 1 гол меньше, но зато отдал 5 голевых передач. Это Рифат Жамалединов. Его послужной список это 4 плюс 5 на этих сборах. Он, собственно, в последний день в матче против Ашхабада забил гол и в матче против Ростова забил гол. Вышел в обоих матчах с Ашхабадом в стартовом составе, с Ростовом со скамейки запасных, но забил в каждом из двух матчей. То есть эти сборы для Рифата, ну, прям вообще сумасшедшим образом сложились. Но теперь Михаилу Глуктенову предстоит на самом деле довольно большая головная боль. Казалось бы, у нас сформировался костяк атаки. Это Наир Технезиан слева, Антон Миранчук по центру и справа Максим Глушенков. Ну и, соответственно, все это как-то может быть тасоваться. Максим Глушенков в центр смещается, Антон Миранчук, может быть, где-то куда-то на фланге уходит. Но в любом случае вот эта вот троица, казалось бы, прям четкая основа. А теперь здесь есть и Рифат Жамалединов, который своей игрой на сборах, ну, абсолютно точно завоевал право на то, чтобы выходить в стартовом составе. Ну, по крайней мере, в каких-то матчах. Да, возможно, там, с Динамо начнут все-таки более проверенные бойцы. Но в дальнейшем, точно, совершенно, Голоктенов должен поставить Рифата в старт и посмотреть на то, как Рифат уже в чемпионате себя будет проявлять. 100% Рифат будет выходить на замены, это вообще не обсуждается. Но и в стартовом составе я Рифата тоже очень жду. И, на самом деле, уровень его игры на сборах был, ну, наверное, сложно сказать, наголову выше остальных. Но в центре поля он прям очень здорово выглядел. И в результате, собственно, это самая статистика. Причем, ну, это не просто, да, там вот матч с Гульф Юнайтед, в котором Рифат много голевых передач отдал. Но это был и победный гол в матче с Урарту, где нужно было именно на последних минутах брать на себя в роли капитана. При счете 1-1 он забил победный гол. Это и гол с Ростова. Это был последний товарищеский матч, соответственно, очень важный. И тоже было важно Жамалединову себя проявить, он это сделал. Так что было много важных голов, да. Если вот, например, про Владислава Сарвелли мы не можем сказать, что там было какое-то большое количество именно важных голов, то Жамалединов это делал и в матче с простыми командами, и в матче с командами повышенной, так сказать, сложности. Если мы берем такую метрику, как гол плюс пас, то нужно выделить еще двух человек, потому что, ну, до рефата Жамалединова, конечно, с его 4 плюс 5 не дотянуться. Но 6 голевых действий сделали 3 человека. Это Найрти Князян, про которого я уже говорил, 5 плюс 1. И Сергей Пеняев с Алексеем Батраковым. У каждого из них по 2 плюс 4. 2 гола, 4 голевых передачи. Начнем давайте с Сергея Пеняева. Многие продолжают писать о том, что Сергей Пеняев слабый, не раскрывается, там плохо бегает. На самом деле, по товарищским матчам Сергей Пеняев смотрелся очень здорово. У него был буквально один прям супер провальный матч. Это был матч против Урарту, где у него не получалось ничего. Он постоянно шел в обводки и терял мячи. В остальных матчах Серега, ну, прям делал разницу, можно так сказать. У него было очень много обыгрышей, очень много гравков по флангу. Он забивал, он отдавал. Когда его выпустили против Гульф Юнайтед, он их разорвал просто в одиночку. Он причастен, по-моему, к первым 4 голам Локомотива. И, ну, в целом было видно то, что если против него игрок не очень высокого уровня, Сергей Пеняев его разрывает. И, ну, мне нравится смотреть на такого Пеняева. Проблемы остаются, конечно, все в тех же самых местах, что навесы идут непонятно куда. Хотя, опять же, да, вот гол, который забил Вадим Раков в матче против Урала, если не ошибаюсь. Ну, это прям классный навес Сергея Пеняева. Очень расчетливый, очень точный. Но, правда, немножко из той зоны, из которой Пеняев обычно не навешивает. Обычно Пеняев доходит куда-то до штрафной. Подкидывает себе мяч под правую ногу и оттуда уже навешивает. Мяч всех перелетает и улетает за пределы поля. Ну, и с удара не совсем клеится у Пеняева. Часто эти удары летят низом по центру, и вратарь с ними справляется. Хочется, чтобы Пеняев нашел свой удар по углам. Он у него и есть. В принципе, он этими ударами забивал. И за сборную России закрыли советов. Но вот в локомотиве почему-то у него не очень. Получается, все как-то вот летит куда-то либо сильно мимо, либо во вратаря. Надеюсь, что, ну, опять же, с возрастом эта стабильность к нему придет. Второй человек это Алексей Батраков, и это фактически первые его зимние межсезонные сборы, такие вот длинные. И на этих самых сборах он становится одним из лучших по гол плюс пас в команде. Это прям очень круто. Что особенно круто, свои 2 плюс 4 Алексей Батраков делает с позиции опорника. Если, там, не знаете, Князян атакующий футболист, если Жемлединов это атакующий полузащитник, Пеняев, понятное дело, тоже фланги атаки, то Алексей Батраков это опорная зона. И да, конечно, мы знаем, что Алексей Батраков по молодежке человек, который любит атаковать, который умеет атаковать, который умеет забивать. Но Галактенов находит ему новое применение, он часто выходил по схеме 4-1-4-1, он выходил и вторым опорником в схеме 4-2-3-1. Так что, в принципе, по весне я бы ждал появления Батракова, причем, ну, фактически с первых же самых матчей, может быть, против Динамо. Ну, не со стартового состава, но выйти на замену, заменить Карпукаса, почему нет? Опять же, в последний день Алексей Батраков отыграл полный матч против Ашхабада, а затем вышел на замену в концовке матча с Ростовом, заменив как раз Артема Карпукаса. Мы знаем то, что Артем Карпукас не всегда в нужных кондициях заканчивает игру, не всегда может поддерживать ту степень интенсивности, которая ему присуща в начале, например, матча. Поэтому выходы на замену Артема Карпукасу Алексея Батракова, это штука, которую я буду ждать, ну, в любом матче весны. И это на самом деле очень интересно, и Алексей Батраков, ну, сумел перенести свою уверенность и свое качество игры, которое было у него в молодежной команде до этого в UFL, на взрослый уровень. То, за что я, ну, больше всего переживал. Как бы я был уверен, что Алексей Батраков может играть на этом уровне, но все-таки переживаешь. А может ли вот это сохраниться и передаться на уровне выше? Вот, например, Вадик Раков тоже очень талантливый парень, но то, какой он уверенный и заряженный в матчах молодежной команды, и то, какой он скромняга парень в основе, это как будто бы два разных человека. Раков тоже забивал на сборах, три гола на его счету, но, тем не менее, до какого-то прям выдающегося впечатления Раков не оставляет ни на одном сборе, хотя он уже несколько посетил. А вот Алексей Батраков с первого же своего появления в матче с Алюк Дудом запомнился просто всем, потому что в своем первом же матче Алексей Батраков забивает гол и делает голевую передачу за 25 минут игрового времени, которые ему дал Галактионов. Он вышел во втором тайме и его заменили на 70-й минуте. Это просто феноменальный, феноменальный старт, и затем это качество игры Алексей Батраков поддерживал, 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 и к концу сборов он оказался уже в числе запасных игроков, которые выходят на матч с Ростовом. В общем, это было очень круто. И что еще классного Алексея Батракове, это его стандарты. В общем, большинство голевых передач, три, по-моему, из четырех, это классные навесы с угловых. Два с Ашхабадом на Тимура Сулейманова, один на Егора Погосного. Там не совсем с углового, там они обыгрались. И Батраков сделал передачу уже чуть-чуть, подойдя к штрафной, но тем не менее, это все равно стандартное положение. И был еще гол ворота Урала, который забил Сарвели. И тоже с подачи Батракова на гол у Щетинина, и Щетинин перекинул на дальнюю штангу. Похожий эпизод был потом с Гульф Юнайта, только на этот раз перекидывал на дальнюю штангу Рифаджималединов. То есть, ну, на этих сборах с угловых Батракова было забито как минимум пять голов. По-моему, очень крутой результат. И, опять же, ну, я очень надеюсь, что что-то подобное мы увидим и весной в сезоне. Ну и в завершение хочется отметить ребят, которые провели на этих сборах больше всех минут. У нас нету точного количества минут, потому что непонятно, сколько кто играл с Ростовом, сколько кто играл с Зенитом. Но можно точно совершенно определить то, что Илья Самошников сыграл 542 минуты, если он не выходил с Ростовом и Зенитом. То есть, может быть, даже больше. И это лучший показатель из тех, что нам известен. Самошников играл очень много, хотя, кажется, все-таки проиграл свою борьбу за право подменять Максима Нинахова на правом краю Александру Сельянову. Это, ну, честно говоря, довольно странная для меня вещь, потому что мне понравилось, как играл Илья Самошников на сборах, хотя у него нету никаких результативных действий. Но он был очень настырный, у него было очень много проходов по флангу, много обводок. И, в целом, в обороне он тоже действовал довольно уверенно, чего не скажешь про Александра Сельянова, который самолично привез два гола и еще несколько раз ошибался. И в атаке, в общем-то, тоже ничего особо не придумал для нашей команды. Но, тем не менее, на матч с Ростовом на правом фланге вышел именно Александр Сельянов. Напомню, что у Максима Нинахова дисквалификация, и матч с Динамо он пропускает. Так-то Максим Нинахов 100% основной наш правый защитник, но вроде бы как будто бы Александр Сельянов рассматривается как ему подмена. Хотя мне больше нравится Илья Самошников, если смотреть именно вот на эти зимние сборы. Также в числе лучших по игровому времени еще два крайних защитника. Это Максим Нинахов и Марио Митой. И у них есть голевые действия. Максим Нинахов 1-1, Марио Митой 2-2, два гола забил Марио Митой на этих сборах. Оба классными ударами в лед с левой ноги. Шедевральные мячи, на самом деле. Я надеюсь, что Марио Митой опять же в сезоне распечатает свою пушку и покажет, что он еще и забивать умеет. И тогда это будет просто феноменальный футболист 20 лет, который умеет вообще все. Сейчас мы думаем, что он хотя бы бить поворотом не умеет, но на сборах он показал то, что и этим техническим навыком он тоже обладает. Он выиграл, 100% выиграл свою борьбу за позицию левого защитника, будет на ней играть. Возможно, периодически, если кто-то из пары Крапука с Баринов будет отваливаться, будет выходить в опорной зоне. Но вот по умолчанию за Марио Митой левая бровка обороны, которую он уже никому не отдаст. Я очень рад. Если помните, я всегда радовал за этого парня. И еще с прошлых сборов я просил, ну ставьте Марио Митой, он крутой. Ставьте Марио Митой, он крутой. Наконец-то вот и Михаил Галактионов начал понимать, что Марио Митой это на самом деле одна из главных звезд нынешнего состава «Локомотива». Ну и замыкает вот эту вот то ли тройку, то ли пятерку, то ли семерку в зависимости от того, кто играл в матчах с Ростовом и Зенитом Алексей Батраков. Из всех молодых игроков именно Алексей Батраков больше всех времени получал. Ну и, соответственно, больше всех ожиданий именно от того, что Батраков будет выходить весной и покажет свой гений не только тем, кто следил за ним в молодежной команде в UFL. В прошлом сезоне мы очень активно все это смотрели. Я вам очень активно показывал и рассказывал про Алексея Батракова. Вот теперь я надеюсь, что 2024 год станет годом Алексея Батракова, как год 2022 стал годом Артема Кропукаса, ворвавшегося в основу. Точно так же я надеюсь, что год 2024 станет годом Алексея Батракова. Я очень этого жду и я уверен, что этот парень сможет нас всех удивить. Все, это был первый ролик из запланированных перед началом сезона. Как минимум еще два у меня заготовлено. Я надеюсь вам их представить в самое ближайшее время. Всем пока.